Знай всех жемчужин моря, ты мне дороже, друг, бам-бам-бам. На участие в образовательном конкурсе «Новые надежды» подали заявки более 200 ребят, занимающихся хоровым пением. Его финалисты поедут проходить обучение в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Программа рассчитана на детей от 6 до 17 лет. 9-летний Вова участвует в самой младшей возрастной группе. Пением он занимается с 3 лет. Я пел еще когда был в детском саду. Там пел родителям и решили отдать в эту школу. Мне там понравилось. Я когда вырос, хочу стать профессиональным плетером и выступать и в России, и за границей. В конкурсе есть три возрастные категории. От 6 до 10, от 10 до 14 и от 14 до 17 лет. Марку Будруеву 14 лет. Он участник самой старшей категории. Подросток учится на дирижера и прекрасно играет на фортепиано. Мне важно понимать в этом конкурсе участие, потому что этот конкурс очень интересный. Он проходит на базе нашей школы. Про «Сириус» я слышал, он на слуху. И вот сейчас очень хочется на него попасть, так как выдалась возможность. Сейчас идет рассмотрение заявок. 200 человек попадут на первый этап конкурса. С ними будут заниматься лучшие преподаватели региона по вокалу. Во второй, федеральный этап, пройдут 100 участников. С ними уже будут заниматься лучшие преподаватели России. А до финала доберутся 40 ребят. Они и поедут в образовательный центр «Сириус». От нашего заведения подано порядка 30 заявок. Это дети разных возрастов, так как у нас обучается от 6 до 18 лет, до совершеннолетия. Поэтому это действительно очень знаковое событие для жизни нашей образовательной организации. Потому что она дает нашим деткам надежду в проявлении своих творческих способностей. Примечательно, что конкурс «Новые надежды» по хоровому искусству в «Сириусе» будет представлен впервые. И то, что в этом участвует только Нижегородская область, для региона большая удача. Не исключено, что после этого музыкальное состязание распространится на всю Россию. Наша заинтересованность вырастить кадры сферы культуры. Очень важно для нас, как для Министерства культуры и Министерства образования, сопровождение этих деток с начальной школы до трудоустройства уже в наше учреждение культуры. Финалисты проекта сформируют новый детский хоровой коллектив, который станет кадровым резервом Нижегородской области. Служба информации Ольга Абрамова, Василий Лысков.